МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Любовь к лесу и дикой природе была привита Сергею с детства. В процессе нашего интервью он вместе со своим коллегой Алексеем показал нашей съемочной группе несколько секретов лесных массивов. На этой поляне в одном из охотничьих хозяйств Рязанской области периодически отдыхают лоси. В густой траве видны их лёжки. Это лось тут лежал? Да, да, да. А что он тут делал? Отдыхал. Просто вот так вот лежал он тут? Да. Один? Там ещё дальше лёжки есть. Ну, здесь один, да. Это от одного. Помимо отдыха на таких полянах лоси устраивают брачные игры. У них происходит так называемый гон. На земле видны следы копыт. Скорее всего, самец протоптал это место, желая проявить себя. Кроме того, животные в этот период ломают ветки деревьев своими рогами. По словам Сергея, он ни разу не видел животных в процессе исполнения таких вещей. Но картину нарисовал очень подробно. Осталось лишь подключить воображение. О! О! Питаются лоси здесь же, на поляне. Могут уйти в лес, перебраться к болотам. В основном в их рацион входят ветки и кора деревьев. Вот это вот, ну, кормёжка лося. Вот лось кормится вот этими, ну, молодыми. Веточками? Да, веточками. Соответственно, вот, корм. А сейчас, когда будет мороз, он перейдёт на хвою. Что вот-вот, это место обитания. Осинники, дневняка, это вот для них кормёжка. Самая основная зимой. Сейчас вот первый мороз начнётся, начнём белить осины около солонцов. Когда сильный мороз, они уже не могут достать. Пилим, валяем осины, и они их обгладывают. Помимо этого, в каждом охотничьем хозяйстве должно быть определённое количество подкормочных площадок для других животных. И, конечно же, солонцов для лосей и не только. Это подкормочная площадка для кабанов. Зерно сюда привозят работники охотничьего хозяйства. В основном животные питаются ночью, чтобы их никто не спугнул. И в большей степени подкормка происходит зимой, так как им сложнее достать себе корм. А это солонец. Здесь расположена соль для того, чтобы лось мог приобрести необходимые витаминные минералы. Но полакомиться здесь может не только лось, но и зайцы. С помощью дождя соль стекает вниз по пню. Он пропитывается ей, и зайцы могут облизывать соль. С помощью таких подкормок звери чувствуют себя комфортно, лучше закрепляются на территории хозяйства. Приплод становится более здоровый. В этом и заключается процесс их разведения. Чтобы выяснить, сколько же животных находится на определённом участке леса, Сергей Кузин занимается их подсчётом. Кабанов, к примеру, нужно считать седя на этой вышке в тёмное время суток, когда животные выходят из леса, чтобы подкрепиться зерном. Желательно при себе иметь, конечно, прибор, вот, или ночного видения, или тепловизор. Соответственно, вот, когда животные приходят, там видно по размеру, вот, большой-маленький. Если большой и с ними маленький, это, соответственно, семья с поросят. Вот, если приходит один, вот, это, соответственно, сикач. Но не всегда так бывает, может и свинья прийти одна. Сидеть на вышке нужно 3-4 часа и методично записывать в тетрадь, сколько кабанов посетило подкормочную площадку. Сергей говорит, что он легко отличает животных друг от друга. Для него они не одинаковые, все звери совершенно разные. Также здесь ещё с этой вышки проводится и санитарный отстрел, выбраковка животных. Бывают очень много случаев, где попадаются кабаны пигментные, да, с пигментными пятнами. И, соответственно, это отходит от того, что когда-то были скрещивания с домашними свиньями, да. И это здесь происходит выбраковка. После того, как бракованный кабан обнаружен, его стараются добыть, чтобы в дальнейшем потомство животных было чистое, настоящее. Кроме того, одной из основных функций в работе Сергея является выявление браконьеров. Сложность, конечно, в нашей работе состоит в том, что, как говорится, у нас, когда ты ловишь нарушителя, вот, и некоторым нарушителям сходит всё это с рук. По словам Сергея, даже обеспеченные граждане порой не стремятся приобрести лицензию на отстрел лося. Она стоит от 40 до 100 тысяч рублей. По статистике, люди чаще всего берут лицензию на зайца. Её цена на весь охотничий сезон с 1 октября по 15 января составляет в районе 3 тысяч рублей. Так что порой любители охоты, отправляясь на зайца или лису, случайно подстреливают лося. Но это не единственная проблема. Сейчас очень много стало распространяться тепловизора. Это такая штука, которая на расстоянии более чем 200 метров, там и больше, что оно распознаёт тепло. Соответственно, не любой из зверей в тот же самый, вот, он зайдёт в лес, да, и, грубо говоря, за 200 метров его будет видно, что он там стоит. Он не спрячется никак. Такие методы охоты, конечно, противозаконны. Животное и человек оказываются в неравном бою. По мнению Сергея, даже стрельба с вышки по кабану, который пришёл подкрепиться на подкормочную площадку, равносильно убийству. Для него, кажется, интереснее охота загоном, когда идёшь по земле бок о бок рядом с животным. Сам он тоже не прочь поохотиться, в основном выбирая для этого небольшую дичь. Вот, охотимся и на уток, и на зайцев. Нет такого, что, допустим, едем на охоту, там, ради мяса, да, чтобы добыть мясо. Нет, в этом смысла нету. Даже просто встречаюсь когда с друзьями, просто самообщение, пообщаться. Как истинный охотник, Сергей считает, что нет ничего плохого в том, если дичь подстрелить не удалось. Его любовь к природе и уважение к диким животным привита Сергею с детства. Он продолжает традиции своей династии. Я пришёл в эту профессию, так как у меня отец мой, дед мой, мы являются охотниками, природа, соответственно, нравится. Нравится на общение с животными, это всё тот же самый лес. Чтобы находиться ближе к природе, одновременно с этим приносить пользу окружающей среде и животным, Сергей в начале своего пути уже принял решение, какую профессию он выберет для себя в будущем. Сначала он учился в техникуме, получил среднее образование по специальности охотовед. Затем отправился в высшее учебное заведение. Эргазу, российский многосударственный аграрный заочный университет. Окончил я специальность охотовед-биолог с высшим образованием. И вот с 2005 года, по нынешний день, вот работаю в госохотинспекции Рязанской области. Как говорится, живём в России. Если охраной не заниматься, то в конечном итоге можно остаться и без всего, без всего, без этого. Без деревьев, без животных. А надо, как говорится, что-то оставить после себя, чтобы дети там узнали того же самого зайца, там лесу, чтобы они хоть увидели в глаза. Лисы и зайцы хорошо наполняют наши леса. А вот оленей не так много в регионе. Эти благородные животные, кстати, в период гона ведут себя не менее странно, чем лоси. В обычных лесах олени не водятся. Охота на них сейчас запрещена. В основном эти звери с красивой осанкой проживают в охотничьих хозяйствах на полувольном содержании. У тех, кто их решил приобрести и разводить, подкармливая оленей и ухаживая за ними. Когда увидел животное, без разницы какое, уже как-то на душе становится легко. И, как говорится, что ты не зря ездишь по этому лесу, что есть звери. Вот, и как-то это приятно. В охотничьем хозяйстве, которое мы посетили с Сергеем и его коллегой Алексеем, стоит абсолютная тишина. Здесь, далеко от дороги, городской пыли, любители природы могут получить настоящее удовольствие. А домики для приезжающих в лес охотников завораживают до такой степени, что хочется остаться в этом лесу. Отключиться от работы и от всех дел. Отдохнуть, а затем выйти на улицу, посмотреть на белок, пернатых и водоплавающих птиц. И вновь отправиться в лес на поиски следов диких зверей. В следующей программе «Человек в городе» мы словно попадем в машину времени. Ирина и Иван Ягодкины продолжают традиции древних мастеров. Он ювелир, она художник по стеклу. Из маленьких трубочек с помощью специальной горелки Ирина делает восхитительные бусины и фигуры. Редактор субтитров А.Семкин